блять ребята это короче я вам правда говорю как есть у такого пошла кстати это вот короче да я в суток и сюда привел но это был лютый короче смотрите чего все началось сначала даже обрадовался потому что я сперва до дошел до водички мы оказываем мы получаются вернее были вот на той стороне да где-то вот а вот я вышел на той стороне и реально до той воды я добирался наверное минут десять или даже меньше то есть еще обрадовался подумал не так уж и далеко и увести но как оказалось да овцы здесь плавать не умеют то есть как только ты заходишь в воду и пытаешься путь на другую сторону противоположную овца тупо вот так вот это вот сюда 1 заходит это вот до сюда водичку чисто так вот да немножко заходит и тупо блокируется то есть все она не может дальше двигаться причем и даже даже когда потом выходил вот сюда куда-то на сушу чтобы я по крайней мере из той жопы вытащить рядом тупо застрелал в той воде и все типа как блокируется я пытался с других мест пойти в воду все равно все та же самая хрень происходит круче усыпал от не умеют я блин злой как собака и потом доказалось что прикиньте так и надо было и ну блин я не знаю может быть есть какая-то другая дорога может быть просто я типа как не выкупил этого правда не знаю но я потом до получается шоу через эту дорожку там где мы возвращаемся к той деревне каменной до которую мы освобождали для того старика вот я через нее как бы шел и вот возвращался сюда через те мосты короче я хер знает сколько расстояния прошел и по времени но наверное так чтобы не спиздеть честно ребята я наверное около ну да около 40 минут я народ так вот пешком эту овцу вёл выше чужда не забывайте то что ты ее ведешь 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 потом так останавливаешься смотри чтобы она дальше шла за тобой ведешь ведешь останавливаешься смотри чтобы она за тобой шла и так там чуть ли не до бесконечности получается да опа в общем его делах пропал что ли не понял я же квесту не сдавал я точно помню какого хуя блять 5 что на типа и овса не юзается дубля и увидели это говно но вы видели это блять эту парашу сука ёбаная параша блять я вот что было то есть я просто без записи когда играл я взял эту овцу до сюда довел а и был диалог сам суету что вот милая мои пришли 0 как-то так да то есть я типа какие сказал то что вот мы пришли ну и думаю сохранюсь на этом моменте а потом уже как бы с этим добре вам поговорю бляда чтобы уже записью типа диалог был а у него какого-то хуя диалог пропал зацените пиздец какой то это говно блять ну это параша блядь ну пиздец я же я 40 минут наверное добирался блять сука хуйнёй занимался и суда доводил ради того чтобы я щас квест багнулся выбрать издеваетесь что любить серьезно блять надо было на раз сохранится стоит это подальше я так понимаю наверное да и пиздец нахуй и все она не юзается нихуя блять ну нету вариантов нет то то шоу я ебал блять да и я просто того не переживу edit focus как она называется мельхиор щип 2 мельхиор щип 2 сейчас я ее вставлю заново да блять ну серьезно про я я вообще не люблю марину проснулся а что мне при тяжелую заново что ли и где-то отводить как-то ли что мне вообще делать старую сохранку загружать и же это вопрос не переживу банально куда он пиздует это добрый блять так ладно f6 l2 insert мельхиор щип 2 так вот да вот а пойдем со мной не долбин ебаный блять вот я нашел одну из твоих овец очень хорошо где-то и нашел орков еще немного и они убили бы ее фу повезло хорошо что ты нашел ее вовремя благодарю тебя я нашел всех твоих овец как дела с моим вознаграждением да ты получишь его здесь золото который я обещал тебе спасибо еще раз за твою помощь все хорошо да вроде того а сейчас это девок не включается с ней она за мной тупо бегает а ли уже не бегает да вроде бы все она стала брать кражу это полную жу бля я вообще не будем барменом пользоваться ну серьезно я живу я получается ее привел вот сюда так поближе да она со мной типа как включился диалог у меня с овцом я типа сказал ну вот мы пришли там до овечка типа но я думаю сохранюсь на этом бреда и как раз и я даже не спеку перед тем как выходить я еще нажал этого мельхиора у него варианты диалога проверил у него был этот вариант то что вот твоя овца да сука он кулаком окно тинет засадите пиздец а какой суровый мужик ему даже молоток не надо чтобы хуярить бетонную стенку бреда то есть да я думаю все заебись короче говоря вот это же одно туре только что перезагрузился вот этот беда случилось то что в диварян диалога пропал блять и я живу и как бы как бы насколько заморочливый квест да вы уж только просто вот в киньтесь насколько это заморочливый квест сука и ты за него получаешь 200 опыта и 100 золотых причем я жду блин может быть если какая-то нормальная дорога но блин вряд ли она сильно будет короче чем та которую я шел допускать и даже 20 минут будешь ее отводить я уверен что меньше там не получится при любых раскладов да ты же бред просто нахуя бы во первых как она добралась я повторюсь но реально тоже нереальное просто расстояние да то есть вот этот ферма и хуй знает где получается овца да блять я живу ладно там где счету тут лес там где-то пещера там конечно же далековато но там еще ладно это еще хоть куда дешево а вот это вот там где орков я живу во первых как это все пробежало расстояние тоже куча зверья орков и прочих ребят которые ее должны были бы убить да то есть это просто невероятные жущий приводишь еще и квест багается это вообще жесть бить слов нет я живу блять у нас новый чемпион да до этого был маразматический квест со сковородкой но правда тут что со сковородкой ведь проблема была в том что он еще был основной да здесь по крайней мере это побочный квест из даже если что ты мог было просто банально не проходить да и все блядь на ноги мы роялся я с этой овцой во первых мы этих овец сколько выпуска 2 искали если не больше во вторых я же говорю я ее еще без записи водил я живу через воду кажется она не плавает блять я же тут еще столько нервов было с этой хердей еще и в итоге я же любит багнулась это хердя еще и в итоге мне пришлось с марвином все это делать потому что я же может быть у меня даже будет старая сохранка значит повторюсь я же не буду блять ее заново вести вот это через дебри все вот эти вот да это издевательство просто какое-то самое настоящее я же вот блять одиссея всем прекрасный потрясающий мод ну блин я не буду брать свои слова назад это правда так вот местами тут какие-то квеста так вот бывают да вот время от времени появляются что ты просто вот ну реально берешься за голову во-первых какой долбоеб их делал во вторых зачем просто вот реально ну блин вот зачем подобные реалии если бы не вас по я бы этот квест был еще бы забросил бы наверное когда узнал то что овца там ни одна и ни две да скорее всего я тогда бы его еще забросил то что ну нахуй да мне надо в двух словах да прямо скажем это сидеть заморачиваться поиском этих овец да тем более наперед знаю что все равно кого-то в особо вознаграждение ты за это не получишь этаж как бы сто процентов блин да а кстати еще забыл упомянуть мне братишка да подсказал то что оказывается что таки да оказывается что такие короче говоря мы ждут еще дали до конца смотрели кстати говоря что тут натуре можно изучать представляете дальше одноручное оружие ну любое вернее не только одноручное то есть вы помните на учителя нашли того в лагере повстанцев и да и у него начали обучаться одноручки и дальше как бы прокачивали и братишка жека варсудин сказал то что просто у тебя урон от критического удара становится больше то есть благодаря тому что это эти навыки изучаешь но опять коронное растение я уже не удивляюсь в принципе да я же здесь коронное растение найти то все равно что во всех других локациях найти там какую-то условную лечебную травку на самом деле то есть самая обычная трава здесь как бы вот да то есть как бы реально вот еще такая фишка одиссея даже бы блин полу не было такого не в оригинале не других модов там полу сто процентов до дальше если ты можешь прокачивать то только с крыжальками и таким дерьмом книжками там да здесь видите то есть как бы из даже такая фишка что ты можешь реально дальше прокачиваться ну круто кстати мы же еще эту же башню по идее зачистили сторожевую башню фаринга она вроде бы как квестовая было насколько я понял да она вроде бы как было квестовая нужно помнить этот чувак давал задание то есть по идее на прода записи двинники опять таки никакая не появилась но опять таки такое бывает поэтому может быть мы еще и даже еще не квест можем сдать потом да мышь так до конца и не исследовали этот лесочек хотел тут мы походу уже были или не были она этот еще пробегал получается с овцой да я когда пытался через воду сюда пойти я же как раз через эту местность шел да я тут где-то с овцой пробегал получается и некоторых там кабанов и волоков я как бы захерачивала некоторые по ходу остались как бы да то есть я жил часто в адкид квеста такие же непонятные то есть просто как бы так тебе их смысл проходить вообще никакого потому что на повторюсь но реального понту тебя проходить квест за который ты получишь 100 опыта вернее 200 опыта там из странных 100 золотых да так мечом убить нельзя до этого огонька я так понял надо арбалет брать походу да то есть это бы еще в начале игры может быть ты бы по заморачивался на таким квестом потому что вначале тебе как бы деньги нужны там да и тот же опыт любая единица нужна ноутка тоже прокачиваешь то есть уже хер знает докуда мы дошли мне как бы вяжу квест если и проходить то только если он какой-то интересный а вот это приду что это интересный квест я хожу каким хуевана что-то забревает овца я жилу блять лежит и даже не смешно уже хуй знает куда забежала беда то есть от волков убежала но при этом еще и как убежал и от орков и от этих вот и рвущих зверей вернее как это потрошители да я и от и от кого угодно то грубо говоря и от шниха в тех же самую блять бредовенька до такое расстояние преодолела а это уже тут туннель вроде бы лес повесил осмотрели тут если кто-то и как-то вот так вот я помню то овцу вел да вот так вот как-то мы шли сначала и кабаны начали нас доебываться я начал правее курс держать вы не было впаду с кабанами драться время тратить а сейчас это я уже кабанов не вижу блять ну да кабанчики хрю хрю куда сейчас уже типа нету никого не понял я чуть нифига ладно пошли тут туннель тоже помогать фишка что полу даже к ты из туннеля этого идешь да то даже там а вот вот кабаны кабаны хрюкают да вот даже тут принципе смысл а я то исследую то что тут чисто эти кабаны только есть на дикие свиньи и кабаны в принципе опять таки опыт не сильно нужен брать с них там что мясо и шкура то есть такое не пещер не трава тут вроде бы больше лету на расширите лечебные корни но опять-таки неплохая трава но так чтобы ради этого бегать по лесу лишнее время наверное готова не стоит а дальше уже вообще труп его надо все погнали тут туннель мы спал как-то в тот туннель пошли там помощь у кого-то была дорога кроме той по которым пошли это вы по идее тоже чуть не все исследовали ведь сколько что травы это просто капец серьезно еще я же сколько мы нашли лечебных корней сколько вы нашли коронных растений но все равно у меня есть такое предчувствие что вот если бы я по заморачивался там да вот реально был все суседи бы рассматривал каждый там закоулочек до каждое там дерево возле него бы вокруг оббегал бы то вполне вероятно такая хрень что может быть я бы еще там этих коронных растений штук пять бы там нашел ну или сколько да как бы что же есть такое дело так одеет пещеру видел что уже потерялся по ходу а где-то 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 за костром это было точно так то что мы сначала нашли пещеру потом пошли туда в сторону костра в общем насчет этого леса можно вроде бы как не переживать здесь по крайней мере большую часть мы точно исследовали зверь и зверьё вроде бы все перебили даже да даже он и кита того еще кабанов недобитков нашли и грохнули так что вроде бы все путем да и вот по этому туннелю сейчас конечно 1000 чем проблема то что мы точно не все еще исследовали не всю территорию ванга да но сейчас будет очень сложно вспоминать да где ты был где не был что конкретно ты еще не исследовал ну как таковых дел у нас осталось что навести джокера возможно у него какая-то цепочка квестов пройти их башню фаринга мы вроде бы как зачистили то есть да потом в принципе надо будет уже просто тупо отправляться в этот самый скажите я скажу да в этот самый уже тупо отправляться в замок вайнгарда они здесь мы тоже все видите по ходу осмотрели ну да туда получается либо как все так тогда давайте час отсюда давать может быть еще раз забежим в эту башню кстати говоря сторожевую да потому что вдруг там и китарки остались но серьезно надпись это ведь не было квестовый назначили так реальный косяк потому что такой часто ты бежишь вроде бы всех по убивал надписи нету квестовый из этого ты переживаешь ну походу я тогда квест не прошел да а потом в итоге да бывает такая хрень то что по-разному бывает блин да но и без записи типа как вас прошелся бывает надо что было запись бить вот этот реально напрягает из ты из этого тупо не знаешь ты прошел кост не прошел но тут или 100 что нам попроще конечно в том плане что мы окси так надо сейчас сразу и проверим то что у нас лежишь телепорт в лагерь повстанцев и в эту самую сторожевую башню тоже тут конечно в этом плане попроще ой блять не тот телепорт да лагерь повстанцев айдена да я жуй ты получается ты блять не знаешь ты сделал не сделал то что тебе требовалось пока как бы не побазаришь чуваками ой жуть какая вы еще жрат в уши надо будто туре на делать все время как-то я это откладываю откладываю до 40 все мочи обучение какой нас уровень 102 уровень вы прикиньте ребята а почему я бродяга профиль бродяга тишь по 1 ну я же паладин какой я бродяга ребята бред ну и ешь по 1 да я захватил башню ну ты даешь ахаха полагают и нашел мне немало ценных вещей тем не менее я также хотел бы вознаградить тебя вот возьми немного золота ты спас нас от серьезной опасности 250 опыта и квест пройден хорошо да это 4 немножко даже напрягал почему у меня в статусе бродяга написано если я паладин короля по идее да что ж квест получается с этой хренью по крайней мере мы прошли он успешно прошелся дебаганулся да порадуемся этому так сказать да теперь как-то отсюда мы сможем вернуться в ту деревушку от нее там по идее как-то тоже не так уж и далеко дам идти и можно будет попасть скажите я скажу да можно будет попасть к этому самому джокеру у данном по моему что блять по вы получается натуре что нам джокера найти вроде бы и все даже узнать вроде все мы уже исследовали и не все ну он там еще у джокера где-то что-то побегая может быть что-то еще вспомним где мы не были ну по крайней мере то большую часть мы точно смотрели это стопудово да за это можно не переживать а может это просто что я доспехи снял может быть типа ты паладин пока ты носишь доспехи паладинский почему с тобой не разговариваю типа эти чуваки без доспехов до говорят типа день да может быть из-за этого конечно еще что у меня тап скрипит начинаю лакуацию топ этот прыжок такой скрип прям неприятный прям как у меня кости хрустят а на старости лет то так тут братья шашечки эти как отсюда выброса чужита это деревня пиздовато я жду блять к этой скальная хуйня я же скальные общежития они деревня ски было бы прикольно счет у вас старикана встретить может быть он очень бы рассказал но искать его в этой залупе я точно не буду потому что это вот каждую халупу до обыскивать и так понимаю и он может быть любой из них и это не очень-то и весело на самом деле так вот дальше нам вспоминать о ну вот тут мы не были еще смотрите но попиздил а он взглядю видали долбоеба он что-то бегал бегал в итоге разбился на хуй чешучатый хуй чешучатый кусаешь да этот забавно вышла да мы что тут не за счет не осмотрели как раз полу как-то вот отсюда можно будет опыт и мы по-моему вроде бы как и выйдем к этому джокеру да надо будет волна конечно вспомнить бы я уже честно говоря из-за памятного чё там где там еще бежит дать ну ты смотри так у меня трава дает то что еще кто-то откуда вы беретесь пацаны блять не больше никого нихуя но за мяско конечно спасибо да у меня у меня так прям поставляете мне мясо в таких промышленных объемах я даже сказал спасибо за это кто как не вы кто как не вы чешучатые хуи такая пещера я чувствую сейчас будет а пацаны я те же только что вроде бы видел чешучатого этого кусача летом не уже галлюцинации какие-то начались или он опять начал бегать как психованный беженец беженца ебду не представляете у него было чудо эликсир яблочко сыр ягодки старинные монеты 10 золотых прости меня беженец я не смог спасти тебя от чешучатых хуёв так кстати опять что-то любопытное тут есть ну сновиденный гриб снайпер трава огненный корень у меня на пойти мультиварку выключить пацаны а ну секундочку так все мультиварочку выключил мясной гриб дикая ягода черный гриб коронная опять-таки растения не солнечная а я сначала честно говоря думал что это будет драконий корень до найти бы конечно применение натуре этому солнечному а потому как чуть пока что не очень а что такое как будто светится до странно вроде бы там ничего нету да нет пещеры тут нету тут был только дохлый беженец еще луговой горе с пропустил с этим интересного спасти можно было блин или он уже дохлый был вроде бы он уже был дохлый насколько я понял потому что мы по крайней мере звуки драки я не слышал да то есть я слышу как они там пасутся типа как халует что-то да эти чешуйчатые братишки но звуков борьбы вроде бы слышно не было поэтому по идее он был уже дохленький этот братишка а может я не успел но и по идее если бы он был какой-то квест вы по крайней мере да там то и чувак типа которого можно было спасти вам выдал бы какой-то квест и вроде того скорее всего что у него было бы там какое-нибудь имя там харитон или калистрат да этот какой-то безымянный просто беженец значит навряд ли что-нибудь в этом роде могу быть ну что же так вот мы шли джокера искать а еще и попутно даже еще кусочек территории исследовали ранее нами не исследованы ну хотя опять таки ну хотя блин два коронных растения даже сейчас даже когда вы супер крутые чуваки все-таки это тоже ну не говно собачья да прямо скажем до коронное растение это коронное растение еще эти братишки ты смотри это больно много их живых то чисто говоря это 4 повод и вообще куда-то выхожу непонятно куда потому что я счет не припомню чтобы их тут столько где-то я оставлял я поэтому как раз какой-то поворот от того чувака деда который на кое сдавал на деревню там помню только один этот чувак стоял чешуйчатый тут уже которого мы встречаем и причем дорога кота вроде бы и дальше ведет засадите да там вроде бы еще какой-то территория не кислая я уже что-то путаю свежу я тут столько территории почему она так часто бывает похожие друг на друга хотя в то же время она ни в коем случае не на копии пластина и да она реально разнообразная при всем при этом как бы это сейчас конечно не звучало упорота но это реально так из-за этого я жут бреду даже бывать путаешься вообще чего куда блять идти участия конкретно путаюсь если честно тобой наверх какая-то дорожка но надо явно наверх чтобы выйти к этому а вот тут доху эти вот 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 смотрите мы по-моему так вот как-то и шли доху и падальщики съесть я не ошибаюсь там надо участвовать сюда но ты тут хрень выходить да и вот тут наверно верху мы выйдем к тому прикольничку ой жуть какая так там ничего не точит и так дайте мне показалось хорошо вот я живут блин вот так джокеру реально надо было сделать камень телепортации потому что он так спрятан да ну реально неудобно у него такое местоположение что первых он так до него добираться далековато во вторых я же я еще и плохо помню то есть конкретно тогда ну вот повод этого дерева тупого сидел этот дед точно вот костер тут сидел дед и мы могли тут где-то откуда пойти наверх и вот там вот наверху и блуджокер точно точно вот эта дорожка вспомнили слава богу ну да первых и далековато во вторых и найти сложновато дают это не я не предусмотрели да вот сделали бы камень телепортации чек джокер сообщил кстати обычно в одиссеи наоборот эти камни телепортации налево-направо раздают причем там от некоторых локаций там да от одной до другой там пять метров пройтись они все равно тут камень телепортация вот конкретно вот здесь почему-то да я живу тут такие большие куски территории до от одной локации до другой и они какого-то хера их как вы блять даже телепортов почти не поделали получается только телепорту эту башню фаринга это ее ели 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 то телепорт нашел да просто повезло что как бы тот труп лет потом нашли на обратной дороге и как бы телепорт вот этот вот лагерь полстанцев брать и по сути и все остальные это как бы на альбатрос в этот порт это же у меня как бы он был этот телепорт то здесь что в ангарде реально с телепортами какой-то напряг я просматриваю ребята я это перри заходил в игруху посрать ходил да так джокер ты же мне нужен правильно ну да вот я пришел от айдена айдена так ты тот посыльный которого я жду он собой епты таком случае рад познакомиться друг моего друга мой друг спасибо джокер у тебя есть известие для айдена есть от одного беженца мне стало известно что караван орков из нордмара направляющийся в фаринг остановился в лесу поду над лагерем айдена орки так близко к замку да к сожалению точное место мне неизвестно но с ними явно нужно расправиться пока они вас не обнаружили и не привели подмогу из фаринга хорошо я повещу об этом айдена это все нет есть у меня еще письмо от повстанцев из лагеря в горах монтеры вот она отлично передам его айдену будь осторожен группа орков обнаружила меня когда я пробирался мимо венгарда и с прекратили погоню а может наоборот буду ждать поджидать тебя где-нибудь на пути к замку спасибо за предупреждение я буду смотреть в оба удачи за короля за короля так вот мы и перетерли с этим джокером да так вот только я не по какой-то лагерь орков над замком айдена это вопрос на самом деле потому что где там еще над ним какой-то лагерь может быть я живу тут кругом что-то над под везде эти дорожки подъемки подъем и спуски да я же из этого иной раз что-нибудь здесь найти дорогого стоит реально я же можешь и сейчас вроде бы как все уже исследовали бреда но все равно я же помню то что там что-то оставалось когда мы там где-то лазере да и там и тут то есть по-любому где-то что-то еще должно было остаться так айдан айден айда нищий я поговорил с джокером так ты нашел его отлично что он передавал тебе во-первых у меня для тебя письмо письмо наконец-то должно быть сообщение от кертиса а кертис даешь 3 готики я даже помню этого чувака проклятие этого я и боялся ты о чем я просил кертиса прислать нам подкрепления но оказывается у него и так слишком мало людей так что он ничем не может нам помочь ясно что теперь будешь делать надо подумать уже скажи мне что джокер передавал тебе на словах он сообщил что в лесу над замком расположился отряд орков направляющихся в фаринг это плохо а что джокер думает об всем этом по его мнению вам следует атаковать караван прежде чем он вас обнаружил и успеть привести подкрепление из фаринга он прав нам нужно действовать немедленно вот только ну как обычно да вот только что отряд орков как правило насчитывает не менее дюжины бойцов атаковать его с той горсткой людей что у меня есть слишком рискованно и что ты предлагаешь сделать мне кажется что опытный и дерзкий одиночка сумеет добиться большего чем кучка крестьян но поскольку ты вроде как сильный воин хватит ходить вокруг да около просто скажи мне прямо что мне следует саму заняться орками ну а ты правда готов пойти до ради этого на этого ради нас ну вообще-то я нахожусь вот на важном задании от самого короля но с другой стороны да да с другой стороны я не могу взять грех на душу за то что орки на вас нападут и всех вас перебьют так что я разберусь их караваном фух у меня сейчас просто камень с души свалился спасибо тебе от имени всех полстанцев мертаны тут просто как и все эти квесты проходят что возникает такой логичный вопрос так нахуй вообще должны эти полстанцы да если они боятся вообще что-либо предпринимать то есть они типа как сделали это получение а поучились да там вооружились и тупо сидят на жопе ровно и вообще ничего не делаю да и просто вижу возникает по нелогичный вопрос в процессе прохождения натуре атака нахуй не вообще нужны собственно говоря если одни в принципе толку точно так же как как от обычного крестьянина до который выращивает репу вернее от крестилина даже больше потому что он что-то производит да там он что-то производит он репу репу производит там овец мяско слонину а они что производят кроме говна своего из жопы блять нихуя больше не производит правильно бесполезные блять сука ублюдки ненавижу таких труд не ебаные так я вот когда не пойму где имеется виду этот лагерь находится прямо над замком в горах над замком тут же просто вроде бы никого подъема в горы нету насколько я помню то есть да каком о каком он караване говорил конечно это вопрос где-то в лесу над замком думаю мне надо тщательно от обыскать лес ну вот тут есть лес но это вряд ли да это вряд ли имеется ввиду что типа это лес над замком потому что это возле замки лес и вот там вот езда дорожка вправо где мы еще овцу находили да и там как без пещера то есть это либо там имеется ввиду ну а либо второй вариант это у нас будет что и вариантов нету кроме как эти код туда нет а вроде бы я не вижу орков этот еще хуйня заебывает подъем на верх на который ты не можешь забежать и тогда с правильной стороны быть именно с прайс с идеально правильной нахуй стороны только если ты зайдешь да то вот он скарабкается если будешь там на сантиметр влево на сантиметр вправо то он уже не может это вскарабкаться такой бесящий момент просто пиздец кстати бак еще забавный помните мы овцу до находили у водопада повторно когда мы уже даже и нашли его часто здесь в пещере опять овца тоже есть есть такой еще тоже нас овца явно какой-то забагованный квест видите там в конце у нас был бак и вот овцы повторяются какого-то хрена тоже непонятно почему так вот здесь не было на принципе тут я и не ожидал их увидеть ну тогда у нас натуре активность еще варианты в лесу над замком вариант идти туда назад вверх подниматься либо туда но там это получается да как раз ферма того крестьянина поехавшего блять не пойму где швеется в виду ненавижу такие моменты вот рядом как тут без марвина разобраться да тут уж только с марвином вот такой взять бы марвин б просто по пролетать на территории поискать орков потому что он реально бредил так описывается по пиздоватым в лесу над замком ну блять я ебу что это за лесным замком как него попасть что тем более вот вы даже хорошо вы не хотите помогать там хуй на вас да там типа блять я сам их поубиваю так вы просто отведите меня хотя бы к этому месту до возьмите меня типа как проводники отведите пальцем типа блять покажите вот братишка здесь здесь орки да иди их выеби нахуй да все без вопросов братишка рован в действии да ну а тут как бы так сделано и же духу и поймешь как выглядеть иди какие каких у налогов он имеет ввиду блять и как вот ходят опять волки рестали засадите мышек убивали в прошлых выпусках абсолютно точно убивали когда турцию искали они опять рестались но если не здесь то у нас будет только один вариант это возвращаться до той дорогой ну блять это такое что то я даже не знаю то есть это уже где-то в стороне кстати говоря все той же сторожевой башни фарринга получается будет то есть надо будет там какую-то возвышенность что ли искать ну конечно надо портоваться в башню к сару и фарринга потому что это явно не то не не здесь там где мы сейчас бродим да это мы сейчас вообще выйдем к той деревне ну да это явно какая-то залупа короче говоря ну да то явно явно это что-то не то так сторожевая башня фарринга наверное здесь есть какой-то подъем в горы да там подъем в горы бля я не знаю серьезно нам надо вообще сейчас надо знаете как идти я так думаю нам надо сейчас короче говоря хотя здесь где здесь пойдем в горы серьезно тем более так чтобы это было где-то возле замка этих чуваков или я даже не знаю просто пойдем мы сейчас тогда пойдем мы сейчас так у нас дал вариант идти туда но это даже дорога в дортмор тут ничего нету счет я хозы вообще я хезаю по полной так сказать блядь да куда это чё это почему каравану сказала не менее дюжины орков да то есть это чешнем они маленькое количество в принципе тут вроде бы как их нету хотя это лес в горах в принципе да ну а то уже будет дорога получается в дортмор то есть туда эти хер его не знают так ну да здесь короче говоря нету орков хорошо тут только эта пещера давайте может быть еще пойдете в сторону нордмора вот это единственный вариант может быть там они будут где-то если нет это давно туристы сейчас мы их не найдем туда давайте зайчиков натуре сделаем сейчас пойдемте на то другое побережье помните когда мы еще в самом начале исследовали вангард у нас еще был вариант на то побережье пойти вы туда тогда не пошли в прошлый раз сейчас давайте вот так вот сделаем наверное да вот что-то вот в этом роде и может быть там как раз попутно найдем какую-то дорогу в какие-то горы и как раз таки там и найдем этот лагерь потому что старел так вы сейчас у меня даже идеи не туда как нам попасть в какой-то лагерь над этими повстанцами до какой-то в лес в горах но это правда это дорога именно в дар барнаторе какие же здесь будут орки то явно что-то не то это не лес и это уже именно нордморда сам 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 настоящий это за стоит смотрите это не кажется это куст блять я куст человеком перепутал ну да в общем это явно что-то не то это явно как залупа дать я уже в самом городу тогда он давайте натуре на альбатрос кстати говоря может быть давайте с балдвином поговорим у нас есть письмо его сына о вода я нашел меч вашего сына лорд балдвин что ты был на поле близ фаринга да вот меч нет оставь его себе пусть он и очень ценен но не придется моему сыну ничего хорошего может тебе от него будет больше пользы так меч павшего паладина мы даже прошли квест до забавно моего не брали у нас так этот квест даже не появился завершенных ни в каких миссиях но он у нас по ходу прошелся забавно такой момент который получился так с гердотом не о чем поговорить правильно ну да окей хорошо ну да и может быть попутно просто мы где-нибудь найдем и эту хрень как бы короче я меч даже оказывается можно себе оставить как видите я кстати я вчера фильм такой посмотрел платформа называется от нетфликса фильм мне сейчас делать лишь нехуй как бы на карантине я всякие кидошки бывают зырю то в основу же вечером поздно перед сном да вы как правило просто врубаю какая-то хуй я там да я потом выключаю на полфильме там минут 340 посмотрю и вырубаю я спать это вчера тогда же втянулся блин чёт так зашел мне фильмец хотя я так и не понял его если честно толком да ну как бы основной посыл основную мысль понял но консолку я там не понял и так еще много чего не понял там мало что объясняется на самом деле и так уж типа заключенные в тюрьме сидели типа как в яме там до типа как братишка с плохом там сидели и получается там дофига было этажей там по ваш 300 или сколько их там было даже больше чем 300 хочет дохуя и больше этажей и так надо сейчас помнить только как мы шли до дохуя и больше этажа и получается как короче говоря тот кто на первом этаже он получает такой огроменный стол со жратвой да вот туда надо путь час огроменный стол со жратвой короче говоря то вообще все что хочешь любая еда там такой здоровенный стол он типа живет там ну там допустим 10 секунд да и тот стол пускается ниже уже на второй этаж а там за 1 это типа самый верхний и идет она внизу так вот короче говоря тот живет на втором этаже 10 секунд и она пускается на 3 и так так до самого низа и брать жратву со стола нельзя потому что тебя убьют там ну грубо говоря там начинает очень сильно высокую температуру поднимать либо наоборот опускать и ты либо от задухи вздыхаешь да там сгораешь либо от холода умираешь короче говоря поэтому тебе надо им нажать у то вот время что есть как бы и там типа как люди вообще с ума сходили там уже срали там друг на друга типа те что сверху там срали салили на тех что снизу короче прям берут прям показывают эту жопу из жопы прям говно это падает вниз такой пиздец да или брал короче и прям сразу вторил на этот стол короче с едой говорит типа вы пидорасы и взял залез на стол и насрал короче там с этим говном как бы измазал и это прям сошь показывают как бы вообще жуть такая и братья вот этот на ночь вчера целую всю ночь по сути смотрел фильм про говно так вот получается да хотя вообще я уже привык то что фильмы от netflix это полная параша потому что я то ли два то ли ты смотрел от netflix а фильма каких-то да и там ну там полное залупение не фильмы были реально один охуитель другого как говорится но тот такой на самом деле рядом был неплохой мне даже зашло куда моя на том побережье не были смотрите там что-то явно интересно ну и да и может как раз будем исследовать ходить бродить знаете может быть мы даже и найдем натуре в этот лагерь орков каким-то там дебрями но вижу кстати вангард реально нереально большой я уже честно говоря подофигел немного потому что я же там все равно что-то я помню то что когда мы вот на этот к этому как раз north barra выходили на какую-то часть территории не осмотрели я это точно помню до какую-то часть территории вы точно там еще не смотрели какую-то часть леса то есть надо будет туда еще как-то потом сбегать вспомнить где я не был прийти такая что же еще кусок работы что называется да да правда скорее всего небольшой кусок территории я там уверен там чуть-чуть совсем но все равно жда и вот здесь вот еще смотрите целое побережье по ходу тут нихуя себе тоже территория всяком случае впечатления такой плюс то что отсюда же еще можно в норму ром попасть ебнуться реального просто я живу тут беда в том что честно говоря я думаю что даже большинство этого труда то видне оценит потому что но серьезно я беру себя на это место и мне кажется что вот если бы не вас планируем конечно но большую часть бы исследовал дабы интересовался но я не думаю что нет и что я бы не так до то что все бы это осматривал вот как я просто это делаю свой сплеем до как бы завод сплея все вот так вот осматриваю там да что тут что там без вас по я все-таки думаю то что я многие бы моменты пропускал бы дал так вот бы до то что бы реально не осматривал вот в этом плане я живу то есть получается блин такой даже напрасно немножко труд потому что же ну я думаю что что процентов 80 игроков может быть 80 слишком громко я сказал ну 60 так точно я думаю дают из больше половины я уверен но они вот так вот прям все полностью не осматривали в этой игре я уверен реально а чуваки конечно вложились по полной кстати опять таки мы сможем вообще код туда эти а здесь вот еще какой-то проход открывается даже ты переплываешь на другое побережье и даже здесь как бы у тебя кучи вариантов куда ты можешь идти дальше это просто сумасшедший сумасшествие настоящие ну да навряд ли это кто-то так вот там прямо все вот так вот исследовал все эти по бочки проходил то есть серьезно тем более что ж будут есть такие по бочки как с вот этой вот овцой ну блядь ну нахуя эту по бочку проходить если бы не вас по я же говорю наху это надо ради 100 золотых и 200 опыта вы серьезно квест очень заморочливый ну согласитесь нереально заморочливый то есть даже если ту последнюю овцу можно каким-то более простым способом там отвезти да даже с я там где-то что-то завтыкал ну даже так это все равно очень запарный квест бля это пиздец чуваки вы смотрите и территории открываются там еще просто ёблицу кешь я повторюсь блять этой же можно еще в ту сторону было идти там по идее кстати говоря территории обширнее чем здесь там где можно идти да вот там вот таблить сдохни заебал попасть по тебе не могу ты прям посмотри но это пиздарики на воздушном шарике ты смотри можно опять таки и даже отсюда ты еще можете наверх а может куда-то у тут пиздячить еще куда-то здесь просто вот я живу от чего ли себя мотивировали вот как они находили вот это вот я жгру вдохновение вот столько ебаться столько вот этих вот проделывать локации причем именно что проделывай да и же точно через жопу сделанные локации все что мы сейчас исследуем да реально и как бы куча интересности кучу всего блять я же при то что я думаю то что они сами прекрасно понимали то что ну большая часть игроков вряд ли все это будет исследовать это ведь реально так и это в принципе нормально потому что в блять кто тут так будет заморачиваться так посох суди кошелек просто в большинстве своем да надо ты можешь действительно что-то классно найти какой-то квест побочный какой-то супер предмет но в большинстве своем да ты вот находишь как вот сейчас вот чешуй читала хуя нашел и там посох судей какой-то кошелек то есть принципе ну для нас сейчас это по большей степени бесполезные предметы так как посох судей оружие слабое много денег не стоит кошелек тем более у нас с деньгами проблем да сейчас вообще нету я жгру нас так хуй знает сколько золота плюс то что мы еще при желании можем продать тот черт насколько хлама да и еще бабла как бы поднять ебануться тапки гнуться ты смотри короче я так понял то что мы исследовали до этого момента это была половина локации а следующая половина локации насколько я понимаю опять таки этого сейчас мы будем находить потому что смотрите мы пришли оттуда там был еще какой-то подъем наверх то есть мы можем еще саму верхушку смотреть и свернуться еще назад там еще хуй знаю сколько локации шло и здесь кстати пока что так ну довольно таки просторно все выглядит он даже башня какая-то то есть но может быть это будет не намного будет не намного вернее такого же размера как-то первая половина который мы уже исследовали но я думаю что и не сильно меньше во всяком случае покажет впечатление такое жгу это просто вот вот размер локации проработка локации это то что в одиссее поражает на на больше всего это просто пиздец я же ты не в каждой оригинальной игре такое встретишь бляди то что в любительской модификации тут просто пиздец просто можно охуеть конечно сколько тут всего понаделывали ну а надо дачу я заговорился давайте ребятишки на этом нашу пусть закончу ну а в следующих будем продолжать исследовать бесконечный венгард до явка всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока